Приветствую вас, и отчет мне бы хотелось того, что определить вот причину, по которой молодой человек от вас ушел, и самое главное здесь это то, как он к вам относится. То есть понимаете, какая ситуация? Не всегда молодого человека можно вернуть, если он от вас ушел. Не всегда молодого человека можно вернуть, если он решил с вами расстаться. Не всегда молодого человека можно расположить в себе, и это нужно все-таки понимать. Вот у вас, я прочитал вопрос, значит, в разделе эзотерика, где вы пишете. У меня был парень, зовут его Саша, это моя первая любовь. Он до сих пор мне нравится, но он ушел, хотя я сама знаю и чувствую, что нравится ему. Он мне снится буквально через день. Ну, далее вы спрашиваете, скажите, могу ли я его вернуть, время когда перезвонить. Ну, время когда перезвонить, это, я полагаю, для хитопериков что-то. Вот. То есть это ваши парень, и это ваша первая любовь. Вы пишете, что, значит, вы 97-го года разделены. То есть у вас сейчас, на данный момент, получается 19 лет. И вы спрашиваете, как вам вернуть вашу первую любовь? Значит, смотрите, ваш молодой человек, мужчина, да, первая любовь, ушел от вас, хотя вы, в принципе, чувствуете, что вы ему нравитесь. Ну, давайте попробуем с вами подумать, а что могло оставить его от вас уйти? И что могло подвигать его на такой шаг? Особенно, если он действительно испытывал к вам, например, пачку. Да? То есть это же, значит, наверное, он не просто так вот взял и ушел. Наверное, что его что-то заставило у тебя. Вот давайте об этом мы с вами для начала подумаем. Дальше. Следующее, о чем, мне кажется, нужно сказать. Это то, что были ли вы для мужчины, вот для него, да, были ли вы для него той женщины, которая, ну, действительно могла сделать его счастливым, действительно могла дать ему то, что он хочет, действительно могла как-то окружить его заботой, теплом и лаской. И настолько, насколько вот это вот ему было необходимо, было нужно, да. То есть для того, чтобы вам вернуть мужчину, нужно, во-первых, понять, почему он ушел от вас. А, во-вторых, нужно понять, можете ли вы быть для него той, кто ему нужен. Вот это очень важный момент на самом деле, потому что если вы не можете дать мужчине то, что ему нужно, то, соответственно, как бы вы ни старались, как бы вы ни пытались, все равно человек не будет с вами, потому что он чувствует, что вы, он чувствует, что вы не тот, не та женщина, которая ему нужна. Вот. И если говорить о том, как вам помочь, да, вот если говорить о том, как вернуть молодого человека, при этом вы спрашиваете, как мне вернуть молодого человека, который ушел от меня бесплатно, вот этот момент, мне кажется, он затрагивает те важные, важные, те важные аспекты, которые, ну, показывают ваше отношение к ситуации. То есть, понимаете, для того, чтобы, для того, чтобы чего-то добиться, для того, чтобы вернуть молодого человека, нужна какая-то работа. Вот. Вот. Определенно какая-то работа нужна. Это однозначно совершенно. Работа, работа необходима. Вам. Вам необходима работа. Вот. Вот. Но вы, как бы, говорите, что я хочу вернуть молодого человека бесплатно, я не хочу, в принципе, ничего для этого делать. Я не хочу вкладывать ничего в это. Понимаете? И создается ощущение, что вы, может быть, не готовы для того, чтобы его возвращать. Вот. Далее. Отдельно хотелось бы вас спросить, а зачем вам возвращать молодого человека? Ну, вы говорите, это ваша первая любовь. Хорошо. Если это именно любовь. Если это именно любовь, как вы говорите, это именно любовь, то вы, наверное, хотите, чтобы, ну, чтобы у молодого человека все было хорошо. Наверное, вы хотите, чтобы у него было все замечательно. Наверное, вы желаете ему добра, желаете ему счастья. Правильно? Наверное. Но если это так, то вам все равно, ушел он или нет. Главное, чтобы у него все было хорошо. Правильно? И, соответственно, вы не стали бы беспокоиться на эту тему, на тему того, что молодой человек не с вами. Но вы беспокоитесь, вас это волнует. А значит, значит, вам что-то нужно от этого молодого человека для себя. И вот подумайте, чего вам не хватает, какое отношение вы вкладываете молодого человека именно для себя, в контексте себя. Подумайте, это очень важный момент на самом-то день. Потому что именно он определяет то, как вы воспринимаете мужчину, как вы его позиционируете. Именно он, этот момент, то, чего вы хотите от мужчины для себя, ну, обеспечивает, по сути дела, четкое и грамотное понимание того, зачем вам его возвращать. Теперь дальше. Для того, чтобы вернуть мужчину, вам желательно сделать несколько обязательных вещей, без которых, ну, совершенно точно не получится вернуть его. Что нужно сделать? Значит, сделать нужно следующее. Вам необходимо общаться с ним, с мужчиной так, чтобы ему было комфортно. Так, чтобы он чувствовал себя, по сути дела, в безопасности. Так, чтобы он чувствовал себя, ну, комфортно, да, чтобы он чувствовал себя свободно. И тогда, если вы это сделает, если вы сможете занять такую позицию, если вы сможете построить свое общение с молодым человеком, основываясь на данной форме, у вас появится куда больше шансов его вернуть. Потому что наладить сообщение, вы поймете, что ему нужно именно для себя от вас, по сути дела. И вот это и будет тем, что поможет вам увидеть, есть ли шанс у вас вернуть мужчину или нет. Но хочу вас предупредить сразу о том, что необходимо быть готовым к тому, что мужчину, скорее всего, вы не вернете. Вот. Ну, или даже, скорее всего, это, может быть, не столь правильно, может быть так, нужно быть просто готовым к тому, что вы его не вернете. Вот так. То есть, не нужно рассчитывать в обязательном порядке, да, что вы его вернете. Это была бы ошибка. А еще это очень наглядно показывает, если вы не рассматриваете даже варианта о том, что можете вы как-то его не вернуть. Если вы не рассматриваете этого варианта, то вполне имеет место быть зависимость. Если это зависимо, то это уже ваши потребности. Об этом я также вам сказал. Вот. Ну, на этом, я думаю, все. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в Василичку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.